Так, всем привет дорогие друзья, с вами Тагир Скиф и у нас сегодня Рим Тотал Вор Или Роум Тотал Вор, ну короче, и посмотрим мы на армию скифов Так, кто у нас там? Варвары-крестьяне, воины с секирами, группа лучников, группа отборных лучников Боевые псы, кавалерия варваров, охотницы за головами, так, скифские аристократы Варваровая начальник, избранный воевода варваров, какой-то прокачанный, типа Скифские конные лучники, скифские аристократки, благородные скифские лучники Ну и анагры, как бы для штурма Так, возьмем нашим противникам один отрядик, чтобы нас спустили в бой Как бы понятное дело, что у скифов акцент на кавалерии стоит Тут и к гадалке не ходи Все-таки степные племена Так, начать размещение, да Смотрим, вот наши варвары Они же крестьяне, как всегда, стоят толпой Так, что тут, атака 1, улучшение при штурме 1, оружие легкое, доспехи, общая защита 4 Прекрасно прячутся в лесах, лучше при битве в лесу или на снегу, низкий боевой дух Крестьяне, никудышные бойцы, но варвары-крестьяне сражаются лучше прочих Суровая жизнь порождает суровых людей Численный перевес полезен для любой армии Принуждение крестьян к участию в войне Один из быстрых и дешевых способов привлечь на поле битвы множество бойцов У них не развито чувство тактики, еще меньше развито желание сражаться Они бы с большим удовольствием защищали собственные дома Нежели погибали в битве, которая их не интересует И цели, которые они не понимают Между тем, у них хорошие следопыты и ловко прячутся там, где возможно Ну, согласимся Так, вот воины секиры мне тоже посерьезнее У них вон даже шлемы есть и щиты Так, атака у них 11, защита 9 Причем щит всего лишь 2 дает к защите А доспехи 3, навык защиты высокий 4 Так, боевой клич улучшает атаку Прекрасно прячутся в лесах Боевой клич, да, вот у них есть такая способность Улучшение при битве в лесу или на снегу Могут атаковать без приказа Высокий боевой дух Описание Воины секирами преданные и агрессивные воины Пехота первого ряда Для военачальников, варваров Они не отличаются особенно дисциплиной Их чувство чести и храбрости Заставит их страстно желать любой стычки Но они превосходные бойцы Они экипированы хорошими секирами и малыми щитами Да, секира целых 11 Удар хороший Каждый военачальник достойные упоминания Обязательно иметь в своей армии Несколько групп этих суровых мужчин Ну, молодец, что имеет Отряд этих суровых мужчин Так, а вот такие у нас лучники Прямо так, группа лучников Все Ближний бой 3, стрелковая атака 7 Защита 5 Прекрасно прячутся в лесах Улучшение при битве в лесу или на снегу Могут использовать горячие снаряды Горящие Быстро двигаются Горячие снаряды Так, я сказал, конечно Так, лучники используются для выматывания врага И спешивания не при ядерских боевых порядках, чтобы А смешивания Чтобы твои бойцы смогли вклиниться между ними Члены отряда легко вооружены И в качестве защиты от врага полагаются на скорость При встрече с кавалерией на открытой местности Лучники испытывают серьезные трудности до тех пор Пока не отступят на более выгодную местность Или не спрячутся за строем воинов со щитами Их луки имеют небольшую дальность поражения Но каждый воин экипирован и охотничьими, и боевыми стрелами Пробивающими доспехи, наносящими сильно кровотечащие раны Выбор стрелы зависит от природы мишени Какая у вас одна природа мишень? Человек Так, эти лучники лучше всего действуют в лесной местности Где их охотничьи навыки работают лучше всего Я, честно говоря, не сильно представляю Как отряд лучников стоит и стреляет залпом в лесу Ну ладно Такое Так, это типа козыртные лучники У них вон броня какая Стрелковая атака 8 Зато ближний бой 10 У пацанов с секирами 11 У этих чувачков с ножичками 10 А атака всего лишь на единицу больше, чем у обычных лучников И защита 10 Тоже хорошие, доспехи целых 7 дают Так, прекрасно прячутся в лесах Улучшение при Битве в лесу и на снегу Дальнобольные стрелковые оружия Могут использовать горящие снаряды Высокий боевой дух Отличная выносливость Так, отборные стрелки Высоко ценимы за свои превосходные боевые навыки Они лучшие лучники Доступные военачальникам, варварам Все они отличные стрелки Быстроногие бойцы и опытные охотники Им отдают лучшие луки племени А также вооружают хорошими мечами И кольчугами Это значит, что в рукопашной они не только Могут постоять за себя При необходимости они способны действовать Как легкая пехота Их присутствие на поле боя всегда полезно Поскольку они Применимы в двух разных Ипостасях И в обоих одинаково хороши Ну молодцы Типа легкая пехота Так, собачки Что тут представляет из себя собачки их Собачки и собаководы Так, что у нас Атака 12 Кстати, атака хорошая Защита хреновая Атака 12 Это хорошая Пугают ближних врагов Лучшие прибиты в лесу или на снегу Быстро двигаются Так, описание Собаки, понятно, должны быстро перемещаться Боевых собак разводят Из-за дикого нрава и огромных размеров А ведь охотиться на людей Не намного опаснее, чем на диких кабанов Эти животные очень мощные и мускулистые Первоначально их использовали для охоты на крупного зверя Потом стали обучать для атаки на человека Боевых собак обычно спускают на врагов Чтобы разбить боевой строй И вызвать смятение среди противников Немногие способны сохранять хладнокровие Во время нападения огромной рычащей собаки Псов учили хватать и удерживать Сбрасывать на землю людей И сбивать с ног лошадей Так, владельцы собак очень храбрые Их нелегко напугать У многих из них не хватает пальцев и рук Ну да, собачки откусывают Имеют такое свойство Клацать зубами Дальше у нас идет кавалерия Кавалерия варваров Типа легкая Так, атака 8, кстати, неплохо Защита 10, тоже ничего так Улучшение при битве на снегу Ну, с учетом того, что это первый уровень кавалерии буквально Улучшение при битве на снегу Так могут строиться клином Могут атаковать без приказа Быстро двигаются Потому что на лошадках Так, всадники варвары легко вооружены Экипированы копьями со щитами И используют для передвижения выносливых и быстрых пони Лучше всего использовать их против разведчиков И отступающих врагов Как и прочим, варварским воинам Им не хватает дисциплины Они спешат вступить в бой с достойным соперником В бою завоевываются репутация и честь И временами погоня за славу Превозмогает здравый смысл Все эти люди хорошие воины Но при встрече с достаточно организованным противником Начинают испытывать сложность Они недостаточно эффективны против пехоты Если только они нападают с неожиданной стороны Или на лучников У них просто доспехов тяжелых нет Они относительно легкие получаются И нет вот этого таранного удара в пехоту Так, а вот у нас теперь девочки Они же амазоночки Они же кто это у нас? Охотницы за головами С топорами Ну что, в кольчугах Так, атака 9 Слабенько Вообще защита 11 Ну, такое Так, эффективно против доспехов За счет чего, вот интересно Улучшения при битве на стягу Могут строиться клином Могут отхватить без приказа Высокий боевой дух Мощный штурм Быстро двигаются Фиг их знает Так, среди всех скифских племен Культура войны была столь сильна Что лица боевого пола Должны были показывать себя в бою Охотницы за головами Являются А, лица боевого пола Головами являются По рождением Данного народа Имеют высокую заинтересованность В кровопролитиях Им запрещено Выходить замуж До первого сражения Охотницы за головами Хорошая традиция Охотницы за головами Павших в бою Честовали Так же Как и любых Других знатных Скифских воинов Их хоронили С оружием И прочим снаряжением Так, несмотря на всю Свою храбрость Эти девственницы Воительницы Физически слабее Своих соперников Мужчин Из них получаются Неплохие Легковооруженные Конные бойцы Рассеивающие Вражеских лучников Но для Сохранности Будущих поколений Все же Лучше берегать Охотницы за головами От сильнейших Войск врага Догасы Девственницы До первого сражения Так, это у нас Кто тут? Это скифские Аристократы Атака 8 Опять же, что такая Слабая атака? Защита 13 Ну, чуть лучше Улучшение А ну, подожди Я у этих Атака 8 Я понимаю, что Копия у них Типа, как бы Одинаковая Но те же стоят Значительно дороже Так, улучшения При битве на снегу Могут строиться Клином Могут атаковать Без приказа Высокий боевой дух Мощный штурм Скифские аристократы Превосходные всадники Бронированные копейщики Способны разметать Множество пехотинцев Это тяжелая кавалерия Войны Завоевывающие Репутацию в боях Нетерпение Продемонстрировать Свои достоинства И привлечь к себе Еще больше внимания Вот что руководит ими Они экипированы Тяжелой скифской броней Укрепленной Уязвимых местах Бронзовыми Железными Пластинами Они не используют Защиты При Они не используют Щиты И при Манипулировании Копьями Используют Обе руки На поле боя Скифские аристократы Часто используются Чтобы Пробиться Сквозь Ослабленных Лучниками Боевых порядков Врага И нанести Слаженный Опасный Удар Согласимся Так Это у нас Короче Варвар Военачальник Атака 12 О Ну тут Как бы Защита 13 Улучшение При битве На снегу Очень высокий Боевый дух Отличается Выносливостью Быстро Двигаются Так Варвар Военачальник Окружает себя Свирепыми Воинами Стражниками Эти всадники Вооруженные Копьями Являются Элитным резервом Для использования В критические моменты Каждый Вначальник Становится Лидером По праву Самого храброго Воина И самого Сообразительного Тактика Эти качества Он должен Проявлять В битве Он и его Охрана Экипированы Копьями Кожаными Доспехами И щитами И поэтому Могут свободно Передвигаться По полю Битвы Так Военачальник Может вдохновлять Своих солдат На подвиги Одним Лишь Своим Присутствием А кроме того В его Отряде Достаточно Воинов Которые В крайнем Случае Можно Воспользоваться Которыми Хорошо Но у нас Есть еще Избранные Воеводы Варваров Что это За отряд Такой Интересный Это наверное Военачальник Становится Таким Ну отряд Военачальников Становится После того Как Сделается Какой-то Истерический Момент Пройдет Или уровень Развития Короче Атака 11 Общая защита 14 А у этих Атака 12 В чем Прикол Что-то у Скифа С атакой Слабенько Так Улучшение Прибития На снегу Очень высокий Боевый дух Мощный Штурм Отличная Выносливость Быстро Двигаются Эти всадники Вооруженные Копьями Являются Элитным Резервом Для использования В критический Момент Тут просто Описание Одинаковое Абсолютно Полюбиться Военачальник Может вдохновить Своих солдат Поэтому мы Это пропустим Вот у нас Есть еще Конные Лучники Стрелковая Атака 7 Ближние 3 Общая Защита 5 Но ближние Это они Кинжальщиком Таким Ножичком Типа Мини меч Тычут Во врага Так Могут строиться Кантабарийский Круг Улучшения При битве На снегу Отличная Выносливость Быстро Двигаются Среди Широких Степей Сорят Конные Лучники Эти всадники Результат Оттачивания Мастерства Стрельбы Из лука На скаку В течении Многих Поколений Они могут Кружить Вокруг Врага Выпуская Стрел До тех Пор Пока Враг Ослабнет Достаточной Степени Чтобы Атаковать Его Более Тяжело Вооруженными Войсками Их Превосходное Мастерство Конной Езды Помогает Им Избежать Контратак Даже Если Против Них Задействовать Легкую Кавалерию Скиф Они Особенно Щепетильный Народ Они Покрывают Свои Тулы Человеческой Кожей Которую Ценят За Светлый Оттенок Что Такое Тулы Не Знаем Так Они Не Брезгливы И Могут Ни разу Не Помыться За Всю Свою Жизнь Одежду Они Тоже Стирают Не Часто Понятно Их Лошади Зачастую Меньше Чем Коней Других Народов Частично Потому Что Многие Скифы Предпочитают Меринов По Всеобщему Мнению Животные Намного Реже Фыркают И Ржут Что Позволяет Не Скифам Скрыть Своё Присутствие Что Позволяет Не Скифам Скрыть Своё Присутствие Не Сильно Понятная Фраза Ну Ладно Так Это У нас Что Теперь Это У нас Скифские Аристократки Жёны Мажорки Короче Скифские Мажорки Так Ближний Бой 7 Кстати Стрелковая Атака 8 Общая Защита 9 Это Буквально Кавалерия Которая Тычет Ножами И Мечами Так Могут Стрелять В Кантамарийский Круг Строится Улучшение При битве На снегу Дальнобойное Стрелковое Оружие Высокий Боевой Дух Быстро Двигаются Так Скифские Аристократки Превосходят Превосходные Наездницы Обученные Стрельбе Стрельбе Слуха Несмотря На броню Они Довольно Уязвимы В ближнем Бою Конечно Племена Скифи Считают Что женщина Должна Своим Мужчинам Ослабляя Врага Перед Боем С помощью Тучи Стрел Аристократки Вооружены Превосходными Точными И мощными Составными Луками При дачу К луку Каждой Всаднице Есть Нож Для Защиты Хороший Так Военная Культура Скифи Не Дискриминирует Женщин Когда Дело Доходит До Драки Скифских Женщин Павших В бою Хоронят Вместе Со Правую Грудь Чтобы Было Удобнее Стрелять Из Лука Вероятно Подобная Практика Является Источником Мифов Об Амазонках Ужасных Воительницах Правящих Городом Затерянными В степях Прижигали Себе Грудь Типа Добровонок А не Пойдем Мне Прижечь Себе Одну Часть Красоты Своей Чтоб С лука Пострелять Так И Самые Козырные Лучники Благородные Скифские Лучники Это короче Мужья Тех Теток Так Ближний Бой 10 Стрелковая Атака 8 Ах Че Такая Слабая Атака Стрелковая Общая Защита 12 Так Могут Строиться Кантаборийский Круг Улучшение Прибития На снегу Дальнобой Стрелковое Оружие Высокий Боевой Дуг Отличная Выносливость Стрельба Из лука На скаку Умение Определяющее Исход Сражений Среди Огромных Степей Востока Большинство Благородных Войнов Их Свита Оттачивает Это Искусство До Совершенства С раннего Детства Скифские Аристократы Дисциплинированы И следует Устанавленному Кодексу Чести Принятому В высоких Кругах Так Эти Отряды Конных Лучников Аристократов Состоят Из людей По своему Общественному Положению Находящихся Выше Среднего Уровня Они Могут Соби Позволить Лучшую Лучшую Чем У обычных Лучников Экипировку Включающую Кольчужные Плащи Прикрывающие Ноги Всадника Во время Конной Езды Кроме Того Они Вооружены Мечами Что позволяет Им не бояться Ближнего Болия И достаточно Сообразительны Чтобы не Ввязываться В схватку Без приказа Если Сообразительны То это Хорошо Это надо Их в бой Приглашать Так Ну и последний Отряд Это Онагры Атака На войско 53 Атака На здание 70 Что-то Слабенькое А ну это Маленький Онагры Понял Так Атака По площадям Очень дальнобойное Стрелковое Оружие Могут Использовать Горящие Снаряды Невозможно Спрятаться Не точно Действует Против войск Ну конечно Не точно Онаграк Это Пульта Прозванная Атак в шутку По причине Силы С которой Выпущенный Из нее Снаряд Отбрасывает Назад Врага Анаграм Называют Дикого Осла Эта Боевая Машина Приводится В действие С помощью Веревок Сделанных Из скрученных Сухожилий Самого Упругого Из Доступных Материалов Метательный Рычаг Удерживается В напряжении С помощью Сухожилий Если Рычаг Восвободить Он сможет Бросить Булыжник С Модель Может Использоваться Для Разрушения Укреплений А также Для Уничтожения Артиллерии Отрядов На поле Боя Так Анаграм Можно Использовать Для Метания Зажигательных Снарядов Например Сосудов С огнем Что превращает Данную машину В многоцелевой Механизм Окей Вот такая В общем У скифов Армия Представленная В этой игре Во всяком Случа Где там Мой противник Сейчас Мы их Сотрем С лица Земли Скифскими Женщинами Вообще Это Бежать Был Приказ Да Да Шевелись Шевелись Они Что Убегают От Меня Что Ли А Тут Эти Ну Ладно Это Все Такое Надеюсь Было Интересно Всем Спасибо Что Смотрели Ставьте Лайк Сайте Комментарии Делитесь Роликами Друзьями Подписывайтесь Сапунал И до Скорых Встреч Пока Пока Субтитры 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 Субтитры